И мы с вами еще собрались в таком составе. Сегодняшний докладчик будет Сергей Николаевич Еремеев, ветеран вооруженных наших сил, силовых структур, который проживал долгое время здесь, в Колотушах, в молодости, учился в школе и всегда считал своей малой родиной. Он очень любит этот край, так же, как и мы с вами, и он вам расскажет не об этой презентации, а о той, которую он подготовил в течение всего лета, об утраченных памятниках наследия нашего Колотушского, и увидите, как выглядела ваша земля, по которой вы ходите совсем недавно. И вообще-то эта лекция предназначалась для клуба любителей истории родного края, то есть для старшего поколения. Поэтому вы уж возьмите, так сказать, скидку и почувствуете себя старшими. Все хотим быть взрослыми. Вот сегодня у нас такая будет возможность. Мне бы хотелось бы обратить внимание на эту замечательную картину Светлицкого, 71-го года. Она была нарисована с фотографии 35-го года, как было в 35-м году этом году. Картина замечательная, она очень довольно точно изображена. Ну, есть один маленький нюанс, хочу сразу обратить внимание. Видно, у художника не хватило размера полотна. И он вот нашу школу старую резко звенул вправо, как раз напротив детского садика, который здесь стоит. Видите, все остальное, все великолепное. Я насчитал, здесь порядка 50 разных объектов. А потом еще раз подсчитал, и оказывается, что половина объектов или строений на этой картине в настоящее время вообще отсутствует. И хотелось бы вам рассказать, а что пропало и по каким причинам. И может быть, даже если будет время, небольшую историю об этих или этих объектах и стране. Путешествие или прогулку мы начнем от самого нашего святого места, нашей церкви. Несколько столетий на этом месте стояли разные деревянные церкви, горели, перестраивались. И в 1839 году была построена владельцами мызы вот эта наша красавица, которая прослужила верой правой 98 лет. В 1937 году, когда умер Павлов, на следующий год наши власти ее закрыли. Они боялись Павлова и закрыли только тогда, когда Павлов скончался. После этого она использовалась не по назначению, а после войны она была, в общем, заброшена. И в 1964 году, в конце года, она была взорвана. Я до сих пор вспоминаю, как гремели вот эти взрывы, потому что я был в какой-то степени свидетелем. Я учился в старой деревянной школе, и вдруг с двух до трех часов у нас начали дребезжать стекла от первого взрыва. Кто-то нам из ребят сказал, что я знаю, это взорвали церковь. А второй взрыв между пяти и шестью вечерами тоже был сильный, опять дрожали. И мы в 6.20 с ребятами, всей Гурьбой с классом, в возрасте 10 лет, ринулись вниз, смотреть, а что же там было такое. Все было загорожено, все было заблокировано, мы ничего не видели. Только на следующее утро с приятелем Столием Азовкой мы обследовали уже руины этой церкви. Ну не будем о грустном, пойдем дальше. По этой дорожке, по тропинке, мимо дубов, и видим в 60-е еще годы, 70-е годы, это старинное здание усадьбы владельцев мыза. Помните, была сначала больница, потом поликлиник, потом было заброшенное здание, и заброшенное здание у нас сгорело где-то в 80-е годы. А вот за этим зданием был изумительный красоты парк в свое время. Еще в 60-х годах нужно было погулять по аллеям и по дорожкам. А в 50-х годах там устраивали местные жители пикники. Пойдем дальше. Видите? Узнаете? Старое здание Колотушской администрации. Но с левой стороны от парковой улицы от него было круглое здание небольшого формата, которое прослужило 10 лет. И это здание круглое было летней танцевальной площадкой для молодежи. Мы были в таком возрасте, бегали туда, забирали самудамент, хватали до решетки, смотрели и радовались, как плясали рок-н-ролл взрослые дяди и тети. А мы радовались за них, что они радовались. Все были рады. Ну, прошло время, облегчало это здание, постепенно разрушилось. Оно было где? На краю парка, сада, на перекрестке парковой улицы и шоссе, Колточском шоссе, как раз около парка. Вот на той стороне, на той стороне, на стороне дома. Да, в конце парка, в углу, около парковой улицы. Это здание простояло тоже какое-то время. Здесь была Колотушская администрация с правой стороны, библиотека. По центру комната, где заседал у нас участковый инспектор. Ну, как только сгорел дом культуры наш Колтушский, администрация построила себе новое здание на фундаменте, переехала туда. Ну, власть, она есть власть. Мы все думали и надеялись, что там все-таки построят новый культурный центр, дом культуры новый. Но власть решила, что мы построим под себя. Ну, так уж получилось. А это здание просто тут же снесли после этого. Пойдем дальше. Вот это здание первого дома культуры, которое мы построили перед войной. Его называли еще домом обороны. Но совмещало функции дома культуры. В 60-м году оно сгорело. Очень быстро, за год оно было восстановлено, построено немножко в новом виде. И обратите внимание на этот штакетник. Везде у нас в Колтушах, в Павлово, очень много было заборов. Именно штакетника. Ну, к сожалению, в 60-м, в 66-м году, примерно в 67-м году, администрация Всеволожская дала указание разобрать забор перед домом культуры. А произошло очень неприятное событие. Были танцы. И очень частые были потасовки, драки между молодежью. Причем дрались подвыпившие ребята между деревьями. И вот последняя драка, которую я помню, мы купались в озере и видели, когда трещали заборы, а потом трещали эти штакетники, а спина друг друг, ребята, приезжала милиция, разборки были. И после этого дали команду убрать забор, убрать штакетник, никаких заборов. Но все равно это ничего не остановило. Ребята начали потом выламывать штакетник у других заборов. И после этого появилась дружина, милиция, и каждый танц в субботу-воскресенье спорождался в присутствии дружинников. Ну, потом этот дом культуры сгорел, и вот поставили новое здание администрации. Ну, дальше пойдем теперь по этой дорожке самой и придем, куда вы думаете, к перекрестку. А у перекрестка мы увидим вот такую барышню. Красивую. Видите? Почему? Ничего удивительного нет. У нас наш район сельскохозяйственный. Земля колхозная, совхозная. Поставили такую скульптуру на перекрестке самым, гипсовую. Обмазали ее, покрасили масляной краской. Ну, долго ли гипсовая скульптура будет стоять? Нет, буквально 10 лет, и она разрушилась. А вот этот огромный монолит, он оказался в конце парковой улицы, недалеко от кладбища. По крайней мере, по размерам похож, и три года назад он еще там валялся. А вот на фотографии Романенко ГК, это вот она. Это заведующая ислями нашего детского садика в 40-х, 50-х и даже в 60-х годах. Теперь давайте пройдем буквально 200-300 метров по Варейской дороге. И представим, вы представляете, что такое сейчас Варейская дорога. Она застроена от перекрестка Колтышского сплошными домами, заборами и все прочее. В 60-е годы был райский уголок. Почти машин не было, поля, луга, были тишина, покой, птички пели. Просто чудесно было. Но если бы голубу вернули бы направо бы, сто лет назад мы бы увидели бы вот такой прекрасный храм, литеранский приход. Иногда говорят, что и спорят, а где же он был на самом деле? Ну, на холме там было и сейчас существует еще старое финское кладбище. И мне в 90-х годах примерно посчастливилось побывать в доме своего старого товарища. который показал, вот видите, я живу в доме, где жил пресс-фитер этого храма. А вон там через дорогу фундамент вот этого храма. Он уже зарос. Ну, его видно, что это был фундамент. А вон там кладбище литеранское. Поэтому я склонен верить больше ему, чем разговорам, что где был там, 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 там. Ну, давайте теперь вернемся обратно по Колышской дороге. И примерно вернемся в 30-е, 40-е, 50-е годы. И посмотрим, что там было дальше. А дальше мы могли бы увидеть такую прекрасную панораму. Коттеджи, озеро наше, лабораторию и все прочее. В конце 50-х годов деревья выросли. Вот эти деревья выросли. И теперь полная зеленая стена. Подойдем мы теперь к нашему перекрестку, где стоит торговый центр и Биг Бен. А вот таким вот он выглядел в 30-е, 40-е годы. Канава, каменная дорога, старинный домик, наверное, древолюционный, магазинчик. Здесь чайная и пивная. Там мужички сидят, самокрутки, курят, судачат о чем-то. И я вот у Сорожил спросил, у Сорожил наших, а что же это за такой барак? И мне один Сорожил сказал, Сергей, а вот эта часть, это была наша первая култушская аптека. Да, оказывается, это была здесь аптека. А что там было, уже забыли. Но прошло всего несколько лет, а может быть 10 лет, и по плану развития нашего Павлова, к столетию, со дня рождения Ивана Петровича Павлова, вот этот перекресток преобразился, преобразился. И принял вот такой вот вид. А вот эта вечная лужа, она преследовала, у нас аж до 80-х годов. То ли родник там был, то ли еще чего-то, пока его не запосыпали, не трамбовали. Вот видите, сделали такие вот ворота, красивый въезд, посадили кусты и цветочки. Это по плану назывался парадный въезд. Значит, был какой-то другой въезд в колотуши, черный, рабочий. И он действительно, оказывается, должен был появиться, но не появился. А где он должен быть по плану? Оказывается, по школьной улице, все строим материалы, бревна, кирпичи, цемент, все должно было подниматься наверх по школьной улице. За школой поворачивать направо, по тому самому месту, где сейчас стадионное футбольное поле. А дальше, за ним, около котельной и междуфутбольным полем, там была, как называется сейчас, промка, промышленная зона нашей институты. Ну, мы посмотрим на фотографии, что она из себя представляла, и что с ней стало потом. Прошли 200 метров, повернули голову направо, увидели знакомую нам фотографию, с домом. Павлов играет в городке, а раньше он улюбил играть в лапту в детстве, в вашем возрасте. Ну, не будем долго останавливаться. Дом просуществовал примерно до середины 60-х годов, а в 64-м году, когда построили дом 15-й, возле школы, музыкальной простой школы, дом расселили, дом остался, а потом вскоре его разобрали. И стал пустырь. Сейчас вы можете, единственное, увидеть площадку АЗО за торговым центром. Но если мы голову повернем направо, с этого же места, стороны центральной дороги, мы увидим две фотографии, снятые с одной и той же точки. Давайте поиграем такую игру с вами. Пять различий, а лучше шесть различий. Кто может найти пять различий в этих фотографиях? Одна фотография, видите, 39-го года, другая 59-го года. Выросли деревья за 20 лет. Всё правильно. Ну, ну, ваши наблюдательности. Сравнивайте две верхние картинки. А вот дома чем? Вот видите, там маленький домик, такой должен быть плохо видно, а здесь он стал белый. Значит, его, что, катурили, покрасили? Вот насосная станция. Тут столб, здесь теперь уже столба нету. Деревья правильно выросли, уже не видно. И что ещё появилось на этом снимке? Да, вот это пожарный въезд. Сюда заезжали пожарные машины, закачивали воду из озера и уезжали на пожар. И ещё вот этот бессменный дяденька Шумаев. Он и 50-е годы здесь стоял, и 60-е годы здесь стоял, и переходил вот на этот помост, и его видели все колтушане. И вечно он стоял с улыбочкой. Главный рыболов. А, рыболов. Да, главный рыболов со спиннингом. А что он наловил, вот мы никто не видели, что он поймал. На 20 лет он стоял здесь. Хорошо, всё, поднимаемся. Теперь нет, подниматься мы не будем. Мы перевернём направо и пойдём вдоль озера. Дойдём до нашего... Чего? Правильно, пляжика. В первую очередь, что бросается в глаза? Вот этот белый дом. А вы знаете, что дом это было первое институтское строение. Дело в том, что когда начали строить старую лабораторию, рабочие, которые приезжали к нам в институт, их надо где-то разместить было. Поселить где-то было. А холм-то был голый, негде было разместить. Что вы думаете? Построили вот этот первый барак. Очень удобно построили. Рядом озеро, можно искупаться, помыться, взять воду, и тем более в этом бараке построили первую в институте столовую, где можно было питаться. Когда построили старую лабораторию, начали расстраиваться, очень интенсивно появились новые рабочие, нужно было строить новые бараки, их построили аж целых 7 штук, которые были разбросаны по всей территории нашего Павла. А это здание перевели в разряд лаборатории. Павлов передал это здание в лаборатории своему любимцу Ганнике. Во время войны в этом здании частично размещались классы нашей средней экологической школы. Тогда она была семилеткой, потому что в нашей старой зеленой школе был госпиталь размещен. А потом, уже после войны, было две лаборатории, одна из лабораторий высшей нервной деятельности, которая со второй лаборатории, после постройки, завершения строительства института первого корпуса, все туда съехали. И после этого это здание начало разрушаться. Я приехал в Колтеше в 1963 году, а поскольку я очень был любознательный и сувал нос во все дырки, я как-то забрался в это здание, и меня просто удивило. Огромное здание, пустое, пола нет, стены ободранные, потолка нет, крыша видна была. Но зато на лагах стояли лодки и байдарки. Оказывается, в 50-х годах институт закупил байдарки, и на нашем Овере устраивали соревнования. А потом буквально через 3-4 года, уже где-то в районе 1965-1966 года снесли это здание. Остался фундамент высокий. И мы вот любили, как вот эти ребята, вот здесь развалившись на травке, загорать. Кстати, Павлов тоже очень любил купаться, как и мы все с вами. У него была персональная, видите, купальня закрыта. Он через калиточку входил, раздевался, плюхнулся там в купальне свою. Помылся, купался он в любую погоду. Он был закаленный человек, не боялся. Потом вот выходил, вот видите, это у него не шарфик, это у него полотенце махровое, белое. И он с палочкой шел к себе в лабораторию или домой работать. А в середине 50-х годов на нашем озере на радость ребятишкам сделали вот такую-то лягушатню. Мы очень любили, а это примерно где-то 65-й год, очень любили на ней прыгать. И допрыгали за того, что ножки обломились у нее, тем более еще сосновые они были, подгнили немножко. Видите, а мы прыгать любили в том месте. И вот я тоже внес в какую-то лекцию разрушения. Ну, прошло всего буквально полгода и какой-то хулиган устроил костер из этой купальни. Она сгорела. Ну, надо отдать должное нашим институтским властям. Они буквально сразу построили новую купальню, уже с поручнями. Ну, и она тоже прослужила всего не больше 10 лет. И к 80-му году от нее остались только одни рожки да ножки. Все, с тех пор купалин у нас здесь в институте нет. Левее купальни у нас знаете, что это такое, ребята? Оранжерея. Выращивали цветочки, потому что в 50-е, 60-е, 70-е годы весь наш институт утопал в цветах. Клумбы, цветники, дорожки. И здесь вот выращивали около озера самого и очень была злая собака, я помню, не дай бог подойти к забору. Бросалась налево и направо. Ну, увы, в 80-м году оранжерея решили перенести зоопарк наш, старший. Ну, так, увы, не удалось это сделать. В конце концов она стала разрушаться, была брошена, ее перенесли в маленький домик, старая лаборатория на территории собачника. Сейчас вы знаете, там пляж. А теперь пойдем еще чуть-чуть повыше и увидим большой-большой сад. Яблоневый сад, посаженный перед войной. В 50-е, 60-е годы очень было много яблок. И, как я помню, этот сад был огорожен колючей проволокой. Бегали псы, ходил сторож с берданкой, иногда даже холостыми патронами стрелял, чтобы разогнать ребятам. А мы были в таком вот возрасте, а нам так хотелось яблочко. И даже шли на хитрость. Одни собаку дразнили в другом конце, мы рогаткой поднимали колючую проволоку, пролезали, набивали рубашки яблоками, а потом самодовольные кормились. А в сентябре месяце раскрывались ворота нас, туда заходили сотрудники, направились на уборку урожая, собирали огромные ящики яблок, потом эти ящики свозили на хранилище для прокурора этих животных, брали себе домой, а часть излишки продавались. Ну и, конечно, доставалось нам, потом мы лазили по деревьям и собирали остатки. Увы, что было и что стало, вы видите, гуляя по парку этим яблоням уже некоторым по 80 лет, но тем не менее, лето можно увидеть, что где-то еще они, эти яблочки есть, хоть и они одичали. Пойдем дальше по этому парку, но я не буду останавливаться, очень грустная история, все знают, чем этот дом закончился, к сожалению. Пойдем дальше по парку и дойдем до вот этого домика. Узнаете этот дом, директорский дом? И вот я в прошлом году зашел со стороны гниль, протечки, все проваливается. И, кстати, полгода назад, до этого, как сгорел Павловский дом, я увидел ту же самую, такую же мрачную картину. Долго ли простоит, прослужит? У нас же брошенные дома почему-то быстренько сгорают, к сожалению. Но этот дом интересен тем, что в левой половине многие десятилетия жил архитектор, строитель нашего поселка, сам Беспалов. И старожилы помнят, как он последние годы с палочкой ходил туда, по парку, туда, сюда, обратно. Он там жил. Пойдем дальше по парку и дойдем до интересного места. А почему этот дом называют Арбене? Что? А почему этот директорский дом называют домом Арбене? А потому что этот коттедж был построен для кратковременного проживания директоров. Первый был директор Арбеля, потом Быков. Вот они приезжали, что поработать здесь, переночевали, отдохнули, поехали домой. Это как бы летняя резиденция, можно сказать, место временного пребывания. Вот интересные два домика. Я почему-то показал, что они до сих пор стоят, и слава богу. Ну, конечно, я сегодня даже прошелся мимо них удручающе. А видите, они какие были симпатичные заборчики. Эти дома были построены перед самой войной для инженерно-технических работников биостанции. Сейчас там уже совершенно другие люди. А напротив этих домов в те далекие годы были дореволюционные постройки, огромные вот такие вот дома. Их было несколько. И последний, я помню, еще видел в целом, где-то примерно в 1963-64 году. Все потом рухнуло, исчезло, пропало. Было разобрано из ветра. Дальше пойдем. Мимо этого домика и мимо этого домика. По одной дорожке и буквально в 10-15 метрах от крайнего дома мы до сих пор пока еще можем видеть, что мы можем видеть? Посмотрим. Корма, кухню. То есть кухню, где готовили еду для собачек и для других животных. Вот эта фотография в 2014 году я сделал. Крепкое было здание, а внутри, вот видите, что внизу делается. Сколько оно простоит, неизвестно. В принципе, его можно было восстановить с самого начала. Ну, извините, деньги и бесхозяйственность определенная. И, наконец, последний объект, который пропал. Вы, кстати, можете все это в качестве прогулки увидите, посмотреть. Это за парком. И вот последний объект, который мы вам скажем, вот мы гуляли вон там за парком. Вот здесь за парком. Вот здесь вот этот огромный дом был в крыше, там торчит крыша, о котором я говорил недавно. А мы теперь подошли вот к этой старинной красивой башне, прямо как замок какой-то. Что это такое, ребята? Это водоопорная башня, построенная при Павлове. Там большой бак накопительный был, внизу артезианские скважины, качали воду и потом раздавали эту воду по трубам жителям нашего. Ну, к сожалению, век оказался недолгий. А можете, к счастью. Дело в том, что институт наш развивался, строились дома, новые корпуса, нужно было больше и больше воды. И в середине 50-х годов построили новую башню, которую вы знаете, видите, там на горе желтая водоопорная башня. Ну, а эту старенькую разобрали, и я вот долго и думал, а где же все-таки фундамент? Должен был оставаться фундамент в прошлом году, все-таки я его нашел, немножко взял лопату, вот этот кусочек раскопал и сфотографировал. Кстати, его можете найти. Летом трудно найти, поскольку там трава по поясу. А вот сейчас, по крайней мере, сегодня он еще стоял. Я вам гарантирую, я сам прошелся, посмотрел. Ну, все, дальше, пойдем дальше. Вернемся обратно к тому месту, откуда мы шли. А мы остановились где с вами, как раз около озера. Теперь давайте подниматься наверх. А посреди горы с правой стороны мы могли бы увидеть магазинчик, который построили еще при жизни Павлова. Но в 1957 году, когда построили трехэтажный дом на улице Быкова под номером 19-Б, магазин туда переехал. А наши активисты, комсомольцы из института Павлова заставили наше руководство переделать этот домик в детскую оздоровительную площадку. Селаги там было целых три сезона. это было. Вот это первый год. Всего человек, наверное, здесь 20, а потом уже стало два отряда, три отряда, было четыре отряда, и ребята очень были довольны. Три месяца проводили в лагере, и сами эти комсомольцы-активисты были первыми пионер-вожатыми. Но потом опять здание уже старинное, обветшало, начало разваливаться, запретили в нем ребят селить, лагерь перенесли в новую школу, вот теперь трехэтажная белая школа с поселительного кирпича, выделили один класс, и потом все это тоже со временем умерло, а дом разобрали от греха подальше. А посмотрим теперь, что делалось на другой стороне дороги от этого места. До 30-х, до 40-х годов там были луга, вот мы можем посмотреть потом. А во время войны эти земли все распахали, надо было выращивать картошку, овощи, капусту, морковь, надо было кормиться блокадные зимы, тяжелые годы. И такие вот грядочки просуществовали до середины 50-х годов, но когда благосостояние уже немножко улучшилось, начали распахивать другие территории, все снова превратили в луга и постепенно все, что находится слева от дороги, начало зарастать кустами, деревьями, что сейчас есть, вы прекрасно знаете, сплошные заросли. А вот, если обратите внимание, узнаете, это наша пожарка. Туя, уфу, не туя, а деревья еще были маленькие относительно и в середине 50-х годов вот между этими деревьями и этой стенкой в три бревна 6-метровых построили пожарную вышку, пожарную каланчу. Она была вот высокая такая, сверху площадку смотровую, лестницы, и там дежурили пожарные, смотрели, где чего горит. Говорит, ну, увы, наступило время, когда деревья переросли каланчу, калитку закрыли, а мы вот о коментозрасе все мечтали, как бы нам через калиточку пробраться, забраться наверх. Бравировали, кто смелее, но, к сожалению, это дело не удавалось нам. А в 70-х годах это каланчу разобрали, не было необходимости. все. Теперь давайте посмотрим вот на эту картиночку. Чем она интересна? Вот здесь площадь наша, наш центр, где мы с вами находимся, и здесь была огромная такая бревенчатая изба. Это были механические, мастерские, а вот здесь была кузня. Здесь ремонтировали всякие там плуги, коляски, детали для тракторов, но, увы, в средине 50-х годов произошел пожар из-за кузницы, этот дом сгорел. Ну, что делать? Проходит всего несколько лет. На этом месте пожарники устраивают место тренировки свое, и потом уже появилась детская пожарная дружина, юные друзья пожарной дружины, были тренировки, а потом уже в 80-х годах мы здесь тренировали своих собачек. А где здание от центра? Вот, здание от центра, вот оно, здание. Вот на нижней фотографии здесь. А ну, вот я с левой стороны, что? На нижней фотографии мысленно это центр. Центр вот здесь, вот с левой стороны. Он не вошел, да? Нет, не вошел в кадр. Да, да. Еще в 80-х годах мы здесь сами бегали и тренировали своих собачек. Ради интереса. Ну, вот что самое интересное, вот на этой площадке, да, ну, что самое интересное, вот на этой площадке после войны поставили настоящий истребитель, боевой истребитель ЛАК-3. Дело в том, что он был в старой деревне, в старой деревне истребительный полк. И когда полк расформировали и увозили технику, комсомольцы, активисты нашего института попросили один самолет на память. его поставили. Ну, у нас было очень много умельцев и ловких рук. Буквально через 3-4 года этот самолет разобрали на части и растащили. И теперь только вот вспоминают наши старожилы. Я сам бы не знал бы, если мне вот старожилы в процессе его опроса бы не рассказали вот такую вот историю. А мы, говорят, лазили по этому самолету, радовались. А потом раз, одно отвалилось, другое отвалилось, что-то кто-то отпилил. Да-да-да-да-да. Теперь дальше, ребята, пойдем. Что на площадке мы выдели? В первую очередь бросалась в глаза вот эта остановка. Помните ее еще? Или уже не помните? Да. Тут останавливался в 60-е годы автобус 412-й, а 426-й, а 492-й аж дальше шел до второго корпуса и останавливался, разворачивался, подбирал пассажиров у второй автобусной остановки и возвращался сюда. Увы, теперь ни этой остановки нету, ни этой остановки нету. Ну, были же они. Грустно, конечно. Ну, что делать? Ладно. Чуть голову повернем правее. Здесь остановка. Увидели бы старый, старинный дом. Кому этот дом принадлежал? Дом принадлежал сотрудникам административно-хозяйственного отдела, работники которого находились в этом самом помещении. Здесь где-то был кабинет Беспалова, телефонисты сидели, сантехники сидели, охранники сидели и многие другие. А жили в этом доме. Очень удобно. Буквально минута, даже полминуты, и мы в доме обедаем или дома. Прекрасно. Ну, дом, как вы помните, пришел тоже в ветхое состояние. На его месте в 90-х годах построили новый вот этот пятиэтажный. У меня красавец. Теперь мы давайте еще голову повернем чуть правее и посмотрим. Вот наша улица Быково. И обратите внимание, эту улицу Быково перекрывает еще какой-то дом. Павлова, наш поселок, заканчивался чуть подальше вот этого дома. А это была лаборатория, такая длинная, красивая. И вот когда в 60-м году построили первый корпус института, начали территорию облагораживать, а уже по плану нужно было строить второй корпус, котельную новую, прачечную с баней. Ну, что делать? Надо было разбирать это здание. Мешает продолжать улицу Быково дальше. Это здание разобрали, а саму лабораторию перенесли куда? В Токаре. туда, дальше. А теперь мы давайте делаем таким вот образом. Обойдем ее вот по дорожке, которая существовала, обходная, и посмотрим, а что уже было в 30-е, 40-е и даже в 50-е годы вот за этим домиком. Кто знает? Ребята, никто не знает? А давайте посмотрим, что было. Заглянем туда. Хоп! И вот мы увидим 4 барака раз, два, три, четыре номерами 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Дальше конюшня, коровник, силостные ямы, телеги, но и, кстати, вот они, бараки. Но самое важное то, что уже наступило середина 50-х годов, институт расстраивается. по плану эта территория должна тоже настраиваться. Вот в этом месте должен быть скоро построен дом 35-й. За ним котельная, еще рядом баня. Эти бараки сносятся, но прежде чем их снести, построили три дома, общежития напротив нашей пятерочки. Если вы помните, три двухэтажных дома. И этих жителей туда расселили. Дома снесли, конюшню и коровники перенесли в токаря на новое место жительства. И теперь давайте интересную фотографию с вами посмотрите. Видите? Вот они, эти бараки, конюшня. Видите, какие счастливые люди. Субботники. Они протягивают по-видимому какую-то трубу водопроводную к своему дому. Теперь у них будет вода. Электричество уже есть. Значит, наверное, скорее всего вода была. Ладно. Давайте перевернемся обратно по улице Быково и пройдем поближе к парку и посмотрим, что там можно было. Видите, какой прекрасный вид и пейзаж. Вот здесь парк, здесь скоро станет корпус института первого. Только что построенные два дома 21-й и 19-й. Зима, тишина, покой. Где-то там в Ленинград трубит какая-то дыма. солнце садится. Очень такой умиротворенный пейзаж. У нас что интересует? Вот здесь есть три объекта. Вот здесь три огромные сарая, сооружения. Вот здесь что мы видим? Ледники, которые относились к нашей столовой, к первой столовой. И вот этим домом виден там был маленький беленький домик. Здесь на экране плоховато видно, а вот если немножко покрупнее, все видно. Давайте поговорим, а что же это такое за белый домик? Подойдем поближе. А белый домик оказался барак на две квартиры. Потом появится здесь школа новая, баня превратится у нас во что? Музыкальную школу. Музыкальную школу. А футбольное поле, прежде чем у нас появилась вот это новое красивое хорошее футбольное поле. Ребята гоняли мячик как раз перед баней. Больше места, к сожалению, не нашлось. А еще один был барак. Был за парком. Их всего было, я напоминаю, всего 7 бараков было. Вот здесь был беленький барак за парком. Вот здесь дом Арбелли был. Вот давайте я вам покажу баню 60-го года. Почему я решил остановиться на этом кадре. Дело в том, что вполне возможен был вариант, что этой бани сейчас бы не существовало. Но опять тут вмешались наши молодцы, комсомольцы-активисты. Дело в том, что за 30 лет существования этой бани она пришла уже почти в негодность. Грибок, слизь, гнившие доски. Я сам мылся в ней три года. Я представляю, вспоминаю, как ужасно было в ней мыться. То есть она требовала грандиозного капитального ремонта. И когда комиссия обследовала эту баню после открытия новой бани около котельной, пришли к выводу, ее надо просто сносить, потому что капитальный ремонт дороже обойдется. Все-таки комсомольцы отстояли, нам нужна музыкальная школа для детей, потому что она находилась в доме 33 в подвале. И это ненормальное было явление. Три года ремонтировали эту баню. И вот как сейчас помню из окна моей квартиры, где мы жили, целое лето эта баня стояла без окон на просушке, а перед баней здесь лежали груды полутгнившей древесины. Ну, три года прошло, баню превратили в музыкальную школу, в которой мы многие учились, я сам в ней учился какое-то время, и мы все радуемся этому. Хоть немножко, но позитива есть было. Теперь давайте заглянем за угол этой бани и подойдем к старой школе, которую уже многие-многие-многие уже и не помнят, и не знают существования. Ее построили в 1936 году, она была семилетка, потом стала она десятилетка. Первый выпуск этой школы был в 1954 году. Она была поставлена на голом холме. Здесь ничего не было, это уже только после войны начали появились кусты, сирени и все прочее. А во время войны здесь был госпиталь. Проходит несколько лет после войны, и в наших школах появились уроки труда. Раз в неделю, осенью, весной, все ребята выходили на этот косогор и разбивали сад, школьный сад. За 10 лет был разбит здесь чудесный школьный сад. Несколько было зон, вот центральная дорожка когда-то была, вот здесь стояла старая школа, справа со стороны отсюда стояла теплица, где девчонки выращивали рассаду капусты, огурцы, там и все прочее, 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 прочее. И здесь были прекрасные деревья, яблоня, вишня, сливы. Мы окапывали, окучивали, пропалывали. Наш класс был, например, ответственный за эту дорожку, была идеальная чистая дорожка, а здесь были цветы, клумбы. это был изумительный сад. Проходит время, в 1982 году, со 2 на 3 сентября возникает пожар в этой школе, горело вот с этой стороны примерно где-то. Мы с женой полночи провели, смотрели и прощались с нашей школой. Но школа уже была как бы уже заброшена в левую половину, здесь в правой половине была библиотека, которая сгорела, в правой половине комната, где хранились спортивные инвентарии, его успели вытащить. От школы вот осталось всего только одно правое крыло, она вразеленная была вот эта кирпичная. год от школы остался один фундамент, который со временем зарос. И осталась только у нас память. И после этого наш любимый сад стал уходить в небытие. Ну, а теперь вы представляете, что на этом месте стоит наша красавица новая школа, а от сада уже практически... Да нет, вообще ничего не осталось. Ничего не осталось. Ну, вот на этом месте в те далекие времена до 1964 года стояла скульптура пионера в Горном. Ну, как же в то время школа без него. Вот такой вот. Ну, беда все стоило в том, что наши ребята почему-то очень любили город. Его буквально сразу же у него украли, у пионера. А потом еще взяли и разломали руку, отломали ему руку. Вот пришлось эту руку восстанавливать, обмазывать цементом нашему завхозу. И вот так вот постепенно рука обросла, как сломанная в гипсе. А когда построили новую школу во дворе, поставили еще одного пионера, тоже с трубой. И опять трубу украли. И опять ему, бедному, руку сломали. И опять он оказался долгое время в гипсе. А 10 лет назад уже и пионера здесь не было. Осталась одна тумба. А 5 лет назад уже и тумбы не было на этом месте. Какое-то костровище было. А этим летом уже и костровище не было. Все взросло. Все. Вот с Эляви такова жизнь. Да. Давайте чуть пройдем обратно. Узнаете эти места конца 50-х годов? Трудно, да, узнать? Конечно. Но это около школы. 15-й дом, угол. Здесь будет старая. Здесь будет новая школа. Вот видите подъемные краны. он строит первый корпус института. Да, вот 19-й дом Б. А, 19-й дом. Вот это крыша нашей конторы. А вот на этом месте, где вот стоит деревянный склад, появится в 60-м году детский садик. Здорово. Видите, какая интересная фотография. Ребятишки возвращаются после сельхозработы. Решили отдохнуть. Пойдем дальше. Вот, я вам говорил, что у нас была своя в институте промка, как теперь ее называют. Видите, футбольное поле. А вот между котельной, старой котельной, и этим футбольным полем стоял гараж, который снесли в 1970-м году, когда на этом месте начали строить 25-й дом. дом, здесь стояла пилорама, привозили сюда бревна и распиливали на доске. Дальше было сушильня для сока, дальше у нас толярная мастерская, помещение для хранения инструмента, больших вот этих пил и рам, все прочее. Ну, когда в 1960-м году начали строить 21-й дом, все это снесли и перенесли на новое место еще к одному складу. К дому теперь уже нынешнему 29-й, с этой стороны я ее снимал с 5-го этажа, и где находится 35-й дом примерно. Я прекрасно помню вот эту территорию, она была чистенькая, без всяких деревьев, о доме, который вот здесь стоит уже врос в землю, здесь стояла пилорама, но самое удивительное то, что ворота были открыты настиж, а перед ворот, за воротами на территории, где работали одни мужчины, были цветники и клумбы цветочные. Это я только вот последние годы подумал, как же так, мужчины и вдруг совместимость с цветами, но тем не менее был такой факт. И вот мы перед вами видим последний колтушский барак. Вот здесь пятерочка, вот эти три дома, общежития и вот этот последний барак. Мне посчастливилось чуть ли до середины 60-х годов побывать в этом бараке, поскольку в нем жил мой одноклассник. В этом бараке здесь была кухня. А с правой стороны, когда входили с левой стороны или с правой стороны туалетные комнаты, туалеты с грибными ямами слева, справа, душевая, длинный коридор и комнаты влево, справа. И самое главное, когда входишь, очень сильный запах. Запах щей перемешан с туалетным запахом. Как люди жили, это было очень тяжело. Тем не менее, жили в этом бараке. И в 70-м году, его снесли в 68-м году после усиления дома 35-м. Дом расселили туда, а вместо него построили новый дом для учителей. И еще один фрагмент, это взял сильно увеличенная фотография, кусочек фрагмента. У нас был еще один склад, огромный большой склад, около второго корпуса. Видите, три корпуса. Почему его вынесли далеко, за пределы от жилого фонда? Он назывался у нас бумажный склад. Там же хранили огнеопасные другие вещи, бензин, солярку, керосин. Забор единственный у нас был в институте, который был сплошной, двухметровый. Домик сторожа, две собаки, злющие овчарки, бегали, не дай бог туда сунуть нос, и идешь порой вдоль забора, тебя овчарка с лаем сопровождает. Мы даже проводили такие эксперименты, но не дай бог заглянуть через плотную закрытую дверь. наступают 90-е годы, ну и как все остальные объекты, наступает время разрушения, что-то сгорает, что-то разворовывается, что-то исчезает, и сейчас на этом месте сплошные заросли. Ну и первое, давайте пройдем мимо этих самых складов, чуть подальше, и увидим вот такую вот вещь. Кто-нибудь узнает, помнит, знает, что это такое? Здесь увидели, можно прочитать. Да, у нас в институте были охотники-любители и на возвышенности на самом краю у Павлова устроили стрельбище. Каждые две-три недели собирались охотники и стреляли по чашечкам, которые вылетали из таких вот буток. Они стреляли каждый год, каждое лето съезжались на это стрельбище. Охотники-любители с разных сел, поселков и даже из Ленинграда устраивали соревнования, получали призы. А мы, ребята, в таком отрасли бегали между ног и собирали стреляные патроны. Все были довольно новые. Умирают постепенно охотники. Эти будочки ржавеют, аппараты приходят в негодность. Постепенно превращаются в свалку, а в шестнадцатом семнадцатом году площадку вообще срыли, и теперь вместо нее здесь стоит автостоянка автомобилей. Осталось только памяти, и вот на этой единственной фотографии больше фотографий, к сожалению, я так и не нашел, и больше практически не нашел никакой информации об этом стрельбище. Давайте посмотрим дальше. Когда мне было 15 лет, по одной из интересных причин я забрался на крышу 15-го дома и сделал несколько снимков. 5 января 70-го года дома этого уже нету, сарая этого уже большого нету, газгольдеров, которые питали несколько домов больших, тоже же ничего нету, вместо него стоит большой-большой дом номер 17. Сараи причем разобрали, я вам скажу, буквально в течение двух дней, когда в 80-м году начали что устраивать у нас, открыли садоводство на Дунае, и владельцы сараев вот этих домов, когда дали команду разбирайте эти сараи на доске для своих, буквально за 2-3 дня этот сарай разобрали до основания. Да, 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 это не дом геологов, это еще дом геологов появится здесь, и когда начали строить дом геологов было указание снести все сарая. Это колхозный дом, блочный колхозный дом, а здесь вот... Ну, это блочный дом, стандартный блочный дом, какой-то серии, я не помню. А дом геологов, он станет вот здесь, вот на этом месте. Да, да, да. А потом школьная улица, переулок пройдет вот по этой самой, и здесь все застрой, 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 застрой. Это футбольное поле наше. Вот, видите. Ну, ладно, мы не будем здесь останавливаться, поскольку здесь были вот эти погреба, не было холодильников, но надо было где-то хранить овощи. И у каждого дома были свои погреба. Здесь мы тоже не будем останавливаться. Очень красивые, интересные фотографии. Что самое интересное, давайте быстренько-быстренько пробежим, что у нас пропало, без объяснений. Киоск газетный вынесло, пропал. Почтовое отделение пропало, нет его уже. Вот этих всех магазинов, хозяйственной, продовольственной, парикмахерской, ничего уже нет. И вот, наконец, дошли мы до старой деревни. Такой уже точно продовольственный магазин. Сейчас нет, там, по-моему, мотель стоит. Обратите внимание, магазин вроде полный продуктов. А что мы здесь имеем? Консервы сплошные, до бутылочки с лимонадом, до свином. Вот, всё богатство магазина. А напротив вот этого магазина мы могли бы увидеть второй магазин. Сельпо и Культмаг. Сельпо продавали одежду внешнюю, а в Культмаге, что, политическую литературу в основном, в основном скучное было. Если бы пошли бы прямо, увидели бы велосипеды, радиолы, телевизоры, а с левой стороны мы что бы могли увидеть? Школьно-письменные принадлежности, клеи и всё прочее. Ну, на этом мы экскурсию завершим. Завершим. Да, 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 да. И всем я очень благодарен, и всем я очень благодарен, причём не всем. Спасибо. Всего вам доброго. .